Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Десять дней до конца сентября. Деревья покрываются золотыми красками и греют еще своим теплом. А вот солнышко согреет нас сегодня. В Карачаево-Черкесии местами кратковременной дождь и гроза. Днем в отдельных районах сильный, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 15-18. Температура ночи 8-13, в горах до плюс 7, а днем 20-25. И в горах местами до плюс 18. В Черкесии кратковременный дождь, днем гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днем 23-25 градусов тепла. Путешествовать можно в любое время года. Осень по-своему привлекает туристов. Золотая пора необычная. Сегодня утром вместе с Альбиной Ламковой мы отправляемся в Адыгихабльский район, а именно в аул Старокувинск. Чем гордится этот населенный пункт? И в чем его богатство? Чем занято население? И где отдыхают люди? А также мы узнаем, как изменилась жизнь на селе за последние 5 лет. Вашему вниманию рубрика «Точка на карте». Доброе утро! Этот день мы встречаем в ауле Старокувинск или же Кужду, как называют его абазином. Расположено это уютное селение в Адыгихабльском районе. Численность его составляет более 1300 человек. История аула Старокувинск многограна. Можно рассказывать часами, говорит житель аула Мурадина Кау. Но в основном его внимание направлено на историю своего рода. Я из рода Убыхов, можно сказать, жили на побережье Черного моря в районе Мацеста. Там есть новая Мацеста и старая Мацеста. Видимо, тогда и наш род тоже немаленький был. В 1864 году переселились с побережья Черного моря. И сперва в долину Куву, это в Краснодарском крае. Потом их буквально через полтора года опять было переселение. В 1866 году аул Старокувинск образовался, называлось Кува. Здесь рядом тоже аул Новокувинска. Это тоже выходцы со Старокувинска. Основная часть, которые в долине Пску жили, переселились сюда. Большая часть родственников Мурадина Алиевича живет в Абхазии. Навещает их часто. Но все же мил в сердце уголок земли, где он родился. Увидел свет солнца, делал первые шаги. Учился и получил путевку в жизнь. И как любой человек, любящий свою малую родину, хочет, чтобы его аул процветал. А молодежь не выезжала из аула. Так как богатство любого села – это его люди. Было одно время, когда все уезжали. А сейчас же ситуация меняется, говорит Мурадина Кау. В Старокувинске люди в основном занимаются сельским хозяйством. Здесь бескрайние плодородные поля. Местные жители выращивают дерновые культуры и разводят домашних животных. Часть аульчан работает на фирме Рея фирмы Сатурн. Расположены на их территории. По прогнозам уже детей становится все больше, рождаемость больше. Видимо, в ближайшее время школа будет тоже, классов не хватает. И в детсаде, я думаю, если население будет увеличиваться, необходимо и про детский сад думать. Не так, как простые детсады, а современные необходимые. Старокувинск за последние годы действительно стал краше. В этом году завершили работы по благоустройству общественной территории парка славы абхазских добровольцев. Общей площадью порядка 3000 квадратных метров. Идея назвать его в честь людей, по зову сердцев, ставших на защиту Абхазии, принадлежит местному добровольцу, кавалеру ордена Леона Роберту Ашби. Действует боксерский зал. Ранее открыли дом культуры. До этого события жители Старокувинска уже даже успели позабыть, что такое ходить в клубное мероприятие. Прежний находился в одном здании с правлением колхоза «40 лет октября». Развалился вместе с хозяйством. И с тех пор аул оставался без какого-либо очага культуры. И вот теперь у старокувинцев появилось красивое и уютное здание. Вместе с ним вернулось желание развивать культуру, говорит его директор Анатолий Черкесов. Жизнь кипит и вышла на новый уровень. Есть уже и первые победы у местного детского ансамбля «Амра». В Сочи на международном фестивале-конкурсе «Радуга танцующих наций» они стали обладателями гран-при. Самые лучшие дети у нас в ауле. Самые певучие жители у нас в ауле. Занимаемся три раза танцевальной, два раза вокал и даулисты. Культура поднялась, не поднялась, до того уровня, который раньше она была. Была она в упадке немного, за отсутствие дома культуры. А насколько еще музыкальной и талантлива молодежь, можно узнать, приехав в Старокувинск. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия, Старокувинск. В Кемерово прошел чемпионат России по боксу. Воспитанник старшего тренера сборной Карачаева-Черкесии по боксу Эльбруса Халкечева Аскер Тамбиев завоевал на этом турнире третье место. Надо отметить, что Аскер Тамбиев вошел в сборную России по боксу. Это большое достижение для столь молодого спортсмена. О том, как прошел чемпионат России, с кем нашему боксеру пришлось встретиться на ринге, как их поддерживают в республике. На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии Аскер Тамбиев и его тренер Эльбрус Халкечев ответят моей соведущей Белли Джазаевой. Они уже в нашей студии. Доброе утро. Я с удовольствием уступаю им нашу гостиную. Доброе утро всем. Доброе утро, Эльбрус. Доброе утро, Аскер. Ну, я вновь рада вам. Вы не приезжайте к нам без каких-то прям сногсшибательных побед. В этот раз, правда, не первое место. Третье место, но зато какое на чемпионате России по боксу в городе Кемерово. Я знаю, что это был престижнейший турнир, Эльбрус. Мне бы, конечно, хотелось рассказать, чтобы ты рассказал о том, как все прошло. Рассчитывали ли вы вообще на какое-то место. И, в общем-то, довольны ли результатом? Ну, результатом, конечно, довольны. Хотелось бы, конечно, первое место занять. Учитывая, что наш соперник стал первым и в финальном бою он очень уверенно выиграл своего соперника. Наш соперник был из Дагестана, полуфинальный соперник, которым, как можно сказать, нам сняли два балла, чтобы все поняли. И победа ушла туда. А почему? За что сняли? Ну, рефери посчитал так, я не знаю. Ты не согласен, конечно? Конечно, не согласен. Я до сих пор не согласен. Я даже там, когда шел прямой эфир, там, естественно, прямой эфир бокс-ТВ, матч-ТВ, там прямой эфир идет. Я даже, видно, как я в камеру, что заплатили, да, уже, вот мои слова, что, уже деньги заплатили вам, я судьям там кричу. Ну, как сложилось, как Всевышний пожелал, так и было. Но ты рассчитывал, что будет еще лучший результат? Когда туда ехали, я вот думал, ну, на 19-40 лет у нас, вот, с нашей республики, вот, у нас Мурат Храчев был сборной России. И, ну, он выступал через Москву, от Москвы. Ислам Текеев, вот, у нас тоже сейчас тренер работает, он, у него двойной зачет, Москва, Карачаево-Черкесия. После этого у нас не было призера России от нашей республики. Ну, кроме твоего воспитания, правильно? Да, вот, он, ну, вот, у него нет двойного зачета, он просто от Карачаево-Черкесии, можно сказать, он первый, первый спортсмен, который вошел в призер России от нашей республики по мужикам. Вот, когда мы ехали, я думал, в восьмурку попасть, было бы хорошо, хотим в 24-м году на Олимпиаду как-то, вот, метим туда. И, ну, как говорят, аппетит просыпается во время еды, вот, хотелось уже первое, конечно, занять, когда вышли в полуфинал. Эльбрус, ну, вот мы сказали, вернее, ты сказал о том, что Мурат Храчев, наш олимпийский чемпион, Ислам Ти Киев, великолепный боксер, они в сборной России были. Теперь у нас, вот, Аскерт Амбиев, у него третье место на этом чемпионате России. Значит ли это, что он остается в сборной России? Да, конечно, он в сборной России, сейчас у нас будут сборы в Сочи, пройдут сейчас сборы, и, естественно, там мир, Европа, на мир появятся первые номера, и Европа, там международные турниры. У нас, если ты в сборной России в течение двух лет выигрываешь международный турнир, тебе присваивают мастера спорта международного класса. Вот над чем мы будем работать, и вот это... Я думаю, что у вас обязательно это получится. Мы с тобой не раз говорили о том, что вот этот ребенок преодолевал не только себя, но преодолевал расстояния далекие для того, чтобы заниматься своим любимым видом спорта. Естественно, результат налицо. Аскер, скажи, пожалуйста, ты как себя чувствовал на этом турнире? Ну, так как там на четыре часа время шло вперед, это давало знать. Но получилось так, что я боксировал через четыре дня, и, ну, прошел акклиматизацию, скажем так. Уже ближе к бою я чувствовал себя комфортно, уже уверенно себя чувствовал. Все прошло хорошо насчет этого. А что самое сложное было? Соперник у тебя какой был? Ну, там все соперники были на равных, там не было слабые, сильные, все мы на равных были. Там все мастера. Эльбрус, ну вот если говорить об Аскере, да, мы много раз говорили, что у него большой потенциал. Ты всегда это подчеркиваешь, что ты всегда делаешь на него ставку, и что ты с самого начала понял, что будет толк. Не хотелось бы при нем это спрашивать, но тебе не кажется, что вот человек может как-то перегореть? Вот так же бывает в спорте. Так бывает. Вот данное время, вот мы приехали с чемпионата, я вот дал ему отдохнуть, тем более он поедет на сборы в Сочи, он будет со сборной тренироваться, там две тренировки в день. Вот я ему сказал, одну неделю отдыхаешь, вторую неделю я ему даю свободный график, через день, через два. Такое походит. Естественно, на сборах он будет пахать. Ну надо такое давать время отдохнуть, восстановиться. Мы поехали на море, там сборы прошли, отдохнули. Мы поехали в Донбай, там потренировались, отдохнули. Ну естественно, я все на это смотрю, конечно, я его не перегружаю. Потому что ты же его взращиваешь, ты знаешь все его слабые и сильные стороны, я поэтому тебя спрашиваю. Аскер, вот из больших боксеров, вот из ныне действующих, чья техника тебе близка? Близка, наверное, Мигеля Котте. Ну расскажи, я же не знаю, кто это. Мигель Котте, он сейчас средний вес, по-моему, или в легком. Он доминирует, он идет вперед, у него высокий блок, руки держат высоко и доминирует. Старается доминировать все раунды. И я, скорее всего, близок к нему по технике. Эльброс, ну расскажи, в чем преимущество твоего воспитанника? Ну я думаю, первый, нет, скорость. Скорость. Да, у него большая скорость, еще большой плюс физическая сила. А вроде такой худенький. Ну вроде такой худенький, это футболки вроде бы такой худенький. На турнике вот за раз 55 можешь подтянуться, вот к слову я говорю, то, что я сам вижу, да. И в его весе он бьет, как, я не знаю, средний вес. И вот его преимущество соперников, если он не раз попадает, соперники в панике, они начинают убегать. Вот, вот это большой плюс. Аскера, у тебя есть какая-то своя диета? Ну, на данный момент уже нет, потому что в связи с тем, что появились новые весовые, это вот 54 килограмма, эта весовая идеально подходит для нас. И, ну, единственное, перед соревнованиями я могу отказаться от вредных, скажем так, привычек, там, сходить к Евсе или фастфуды всякие, козировки. Это вредные привычки для тебя, понятно. Скажи, пожалуйста, в тот раз ты говорил о том, что по завершении, ну, рано-поздно это случится, в своей спортивной карьере ты будешь тренером. Не поменял свою точку зрения? Ну, пока еще нет. Ну, я так поняла, сейчас вы готовитесь в Сочи. Дальше что? Дальше международный турнир. Международный турнир Аибовский, чтобы выполнить мастера спорта международного класса. Наша цель, вот, нам дается два года. Если ты из сборной России, вот, стал призером России, тебе дается два года, чтобы выиграть международный турнир Аибовский. Это очень тяжело выиграть. Там должно быть 17 стран. Обязательно. И ты там должен стать первым. Не вторым, не третьим, а первым. Эльбрус, скажи, пожалуйста, вот, Аскер, он мотивирует твоих остальных воспитанников? Есть у тебя что-то близкое к нему? Ну, пацаны, конечно, там есть и его ровесники, есть мелкие, маленькие пацаны, которым лет 10-12. Ты же все-таки старший тренер, ты все узнаешь? Да, не, конечно, они на него равняются, они смотрят его бои, там, этот, он так бьет, там, есть мой вот сын, маленький сын, когда мы были в Кемерово, он видео присылает, я, гад, Аскер, там, биф, я тебе, гад, выиграю, гад, вот, другому говорит. Вот, он мотивирует, конечно, всех, не то, что там, меня в зале, в нашей республике. Это очень хороший результат, вот, выиграть 125 тысяч, тем более, он сборная России, его должна одеть, зарплата у него повышается. Ну, кстати, будет ли какая-то зарплата у него? Да, вот, сейчас, в данное время, ЦИСП у него зарплата поднимут у нас, он зарплату получает, и должны с Федерации бокса России ему зарплату выплативать, как сборная России, надеемся. Вот, там еще, мы там находились 12 дней, в Кемерово, чемпионат России, с нами еще два мальчика были, Исикуев на 80 килограмм. Отсюда, из Карачево-Чкиси? Да, и Хабчаев Марат на 60 килограмм, но, к сожалению, там не сложилось у них бои. Вот, и вот тренировка. Ну, то, что они попали уже на чемпионат России, да. Да, это тоже отлично. Вот тренера нам, наш тренер, вот Шамиль Ганшоков, Руслан Каракетов, которые там находились вот эти 12 дней, помогали мне, поддерживали меня, полили в углу, там, я очень им благодарен за такую поддержку. Потому что ты на эмоциональном взводе был. Да, я даже не знал, что я делаю, бывали такие моменты, тренер говорит, садись, садись, говорит, подожди, говорит, вот Шамиль мне говорит, подожди ты, что делаешь, садись, говорит, ну, бывают такие моменты, это полуфинал чемпионата России, 19-40, это вообще, я не знаю, 19-40, ты имеешь в виду возраст? Да, 19-40, это... А с Керу сейчас сколько? 21, вот, ему исполнилось. Наш президент Федерации бокса, вот, Алик Шадзухов, он постоянно поддерживал, звонил там, что надо, вам говорите. Сегодня встречались с министром спорта, он сам тоже приехал, наш президент Федерации, встречались, вот, Шамиль Ганшоков. То есть, я очень рад, когда вот, внимание есть какое-то, то есть, не просто поехал, побоксировал, приехал, про тебя забыл. Это очень важно, конечно, чтобы человека поддерживали, тем более такого талантливого мальчика. Вот, есть такой человек, я бы хотел вот сказать, рассказать про него, Леон Тамбиев, я его не знал, вот, мой воспитанник тоже, на фамилии, ну, он его видел пару раз, но не сказал, что они так доводятся, но на фамилии, ну, доводятся, не близкий родственник. Был такой турнир у нас на призы Рамзана Кадырова в Грозном, он, естественно, там поехали, выиграл всех. Аскер? Первое место в финале выиграл боксера из Чеченской республики, кстати. Как это не обидно ему. Да, 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 как бы да, выиграл, мы приезжаем в нашу республику, тишина, ну, нам чуть обидно, конечно, стало, никто про нас не вспоминает, и звонок такой, я, гад, такой-то, такой, Леон Тамбиев, хотел бы, гад, с вами встретиться. Давайте, гад, в Эдельвейсе встретимся, гад, пацана тоже возьми, гад, ну, мы что, поехали. Он там накрыл столы, позвал людей, и там... Чествовал вас. Чествовал нас, там грамоты нам сделал, вручил нам по 100 тысяч рублей, я не знаю, ну, телевидение тоже приехало, ну, нам было очень приятно, вот, такое внимание, вот, ну, человек, которого я не знаю, вот, мне вручает 100 тысяч рублей, гад, спасибо тебе, гад, что ты воспитал, гад, такого боксера, гад, моей фамилии, гад. Ну, в этом году у нас результаты есть в боксе, недавно у нас проходил тоже чемпионат России 19-22 возраст, он там тоже призером стал, естественно, тоже выиграл такой же сертификат, 125 тысяч, вот, как сейчас, короче, так что, нет, что-то зарабатывает, можно сказать, кроме зарплаты. Это очень-очень хорошо, я верю в то, что ты вырастешь в еще большего спортсмена, великого спортсмена, потому что видно, вот, насколько ты работоспособна, когда я первый раз услышала о том, что ты ездишь очень много километров, чтобы просто тренироваться, тренироваться, я уже поняла, что, что ты за человек, что ты настоящий боец, настоящий борец, и я желаю тебе новых побед, и чтобы все у тебя в жизни сложилось, и тебе, Эльбрус, побольше таких воспитанников, отдачи, и спасибо, что сегодня вы приехали к нам в гости. Новых побед вам! Спасибо! Сегодня Международный день мира, а символом является Белый голубь. Мир во всем мире, что может быть важнее? Мир – это счастье, мир – это жизнь, мир – это все, и об этом никогда не стоит забывать. Я, в свою очередь, желаю всем мира и добра. Всем удачного дня и встретимся завтра!